И конечно же, наверное, с самого начала хочу еще раз сказать, конечно же, добрый вечер каждому из вас. И для меня эфиры, наверное, многие из вас вы знаете, что для меня это, наверное, не такая тема, что я готов делать эфир ради эфира. А вот Бетти не хочет в одиночестве быть, тоже решила прийти ко мне. Да, здравствуйте. Для меня эфир в большей степени, я бы хотел поделиться своим опытом, своими какими-то определенными переживаниями. Конечно же, верю, что это будет помощью. И так вот, прежде чем мы пойдем с вами шагнем дальше, хочу вам сказать, что есть определенные люди, которые в принципе отчасти смотивировали меня к этому. Потому что, ну вот, мы с двумя братьями некоторое время назад, мы ездили с ними, ехали в машине, у них маленькие дети, у обоих. Мы просто разговаривали, они задавали вопросы, я делился с ними какими-то своими мыслями, своими переживаниями. И по итогу они просто, ну, начали говорить, пастор, ну, хорошо бы было, чтобы ты делился этим с людьми. Потому что на самом-то деле многие люди, они смотрят по-разному на какие-то моменты. И, к сожалению, когда люди столкнутся потом уже с реальностью, когда их дети вырастут, но где-то будет поздно. И поэтому они вот послужили такой мотивацией. И еще ряд людей, которые в большей степени говорили, что ваша жизнь с Натальей, это вот уже, так сказать, не просто какая-то теория, а практика. То есть дети выросли. И сегодня вы уже можете на некоторые вещи посмотреть немного под другим углом. Ну, вот, и поэтому, как я уже сказал, я хочу делиться где-то своим опытом. Я ни в коем случае не претендую на то, что там все правильно или еще как-то. То есть я сегодня не буду проповедовать, да. Я просто хочу где-то рассказывать о том, как у нас происходили моменты. То есть может быть это своего рода как свидетельство. Вот, ну и смотрю, у нас люди подключаются, да, добро пожаловать. И также надеюсь, что меня хорошо слышно, да, отреагируете кто-нибудь, как со звуком. Все хорошо, достаточно хорошо слышно, видно в этом плане все. Как отреагируете. Надеюсь, все, что я говорил до этого, отлично, да. Спасибо, Алина. Да, что это не просто, да. Вот, Алена тоже. Спасибо, сестры, за реакцию. Слава Богу. Вот, Роман. Да, спасибо, друзья. Вот, поэтому еще раз в свете того, что мы с вами в таком сезоне, лето, то тем более это будет очень хорошо, что мы с вами об этих вещах поговорим. Потому что то, что я на сегодняшний день вижу, что для нас с вами очень важно, для нас с вами мы строили с детьми дружеские отношения. Потому что то, что мы с вами видим, да, ну, что многие родители, они начинают воспитывать детей, когда дети уже в подростковом возрасте, как правило, ну, этот сезон уже где-то прошел. То есть, и поэтому мы видим в Писании, да, Библия говорит, что всему есть свое время. Вот здесь пишут уже, здравствуйте, звука нет. Да, звук есть, слава Богу, спасибо. Да, тогда проверяйте у себя уже. Хорошо, и то, что я вижу, что детей, и в принципе об этом говорят очень многие в этом плане исследователи, да, что детей можно воспитывать, вот, на самом деле в полном смысле этого слова, вкладывать что-то в их жизнь в большей степени до 10-12 лет. Дальше это уже вопрос отношений. И чем лучше отношения, дружеские отношения, тем больше у вас есть шансов влиять. Вот, что касается эфира, еще сразу же хотел сказать, что я не хочу его затягивать. Вот, конечно же, я не буду стремиться там сегодня покрыть все вопросы, которые вы мне задавали до этого, или которые будете задавать здесь в процессе. Но если в этом будет нужда, если в этом будет потребность, я обязательно продолжу, и мы обязательно к этому можем вернуться с вами, и уже пообщаться об этом. Вот, поэтому хочу делиться с вами. И вот, что касается в моей жизни, я вижу, что я на каком-то этапе этого не понимал. Допустим, ну, ситуация вся такова, как один человек однажды сказал, вот все, что в нас вложили, тем мы и с вами пользуемся, да. Вот, то же самое касается в вопросе, ну, уже наших с вами детей. Поэтому очень хорошо, если мы сегодня вложим в их жизнь. Допустим, в моей ситуации, я не помню вообще, слышал ли я от своего папы слова, что я тебя люблю. Я вообще этого не помню. Хотя у меня папа очень замечательный человек, я благодарен Богу, что он до сих пор живой, и что у меня есть общение с ним, есть возможность общаться с ним. Для меня это очень ценно. Вот, но при этом были какие-то ситуации в семье, да. Мы жили как понимали, как могли. Поэтому сказать, что я там часто переживал какие-то объятия от отца, в частности, что у нас было много времени какого-то проведенного вместе, то есть это уже отдельная ситуация, да, потому что, наверное, родители в большей степени трудились для того, чтобы обеспечить меня. И меня, мою сестру, и, конечно, наверное, в этом понимании, вот, они так и двигались, как понимали. Что я вижу касательно своей жизни, или что я вижу жизни других молодых людей, с которыми я на сегодняшний день разговариваю, общаюсь с молодежью. Я вижу, что интересно, что молодежь, дети, они в большей степени даже не запоминают, когда они вырастают, то, что им покупали родители, то, что им приобретали. В большей степени они помнят именно время, проведенное с родителями. И когда мы с вами говорим о вот этих дружеских отношениях, потому что, по факту, если вы обратите внимание, при нормальном подходе и отношении к жизни, то вот тогда, когда дети у вас дома, это небольшой промежуток времени, гораздо больший промежуток времени в дальнейшем, уже в зрелом состоянии, не в состоянии борьбы. Потому что с детьми где-то вы с ними боретесь, где-то они с вами борются, потому что я смотрю на сегодняшний день на некоторых подростков у нас в церкви даже, и я вижу, как они борются со своими родителями, доказывая, объясняя им что-то. Или там родители пытаются их воспитывать, говорить что-то в их жизни. Но поймите, друзья, в дальнейшем это вот нечто ценное. Интересно, что мама Дарлин Чек, она сказала, и я, кстати, слышал эту фразу не только от нее, я слышал это от многих других, допустим, в отношении брака, да, в отношении семьи. Она говорит, что на самом деле замечательная жизнь в браке, она начинается после 25 лет, прожитых лет вместе. То есть это тогда, когда уже дети выросли, тогда, когда уже там была, может быть, необходимая нужда и потребность в том, чтобы было какое-то имущество, родители там пытаются решить вопросы для того, чтобы подняться, может быть, по карьерной лестнице, развиться, еще какие-то моменты. И вот, когда проходит 25 лет, они уже начинают наслаждаться вместе отношениями. То же самое я хочу сказать вам, это абсолютно верно в ситуации с вашими детьми. То есть сейчас, ну, допустим, моя супруга, она открытым текстом это говорит, когда у нас было трое маленьких детей, двое близнецов, вы знаете, то есть старшим на сегодняшний день, по 24 года, младшему 21 год. И когда они у нас вот были маленькими, да, у них два с половиной года разница, и, ну, моя супруга, она говорит, что когда я читала в Библии, что дети это благословение, у меня всегда возникал вопрос, в чем же благословение? Потому что мы не спали вообще. То есть мы, я несколько раз засыпал на светофоре, я несколько раз засыпал в очереди, то есть я понял, что значит спать стоя. То есть, ну, как бы, поэтому воспитание детей это вызов, но когда дети вырастают, при нормальном раскладе, это наслаждение, наслаждение общения с детьми. И к большому сожалению, я вижу сегодня, что многие родители, даже у нас в церкви, они не обладают этим наслаждением. Почему? Потому что по какой-то причине, мы не будем сегодня об этом разбираться, говорить, да, но по какой-то причине, они упустили то время, когда они упустили, чтобы вкладываться в жизни детей. И вот здесь пишут, сердечек не жалко, да, Григорий? Спасибо, что не жалеешь сердец. Добро пожаловать. Вот, поэтому, когда я вижу, что у родителей маленькие дети, я понимаю, что у вас есть шанс. И, конечно же, шанс есть всегда, как говорят евреи, да, еврейская пословица, мудрая пословица, пока горит свеча, еще можно что-то изменить. Поэтому, друзья, это очень такой важный аспект, ни в коем случае не теряйте надежды, у вас есть шанс, в каком бы возрасте не были ваши дети, если отношения потеряны, я знаю, что Бог может дать вам эту возможность, для того, чтобы вы имели хорошее отношение с детьми. Так вот, друзья, когда наши дети были маленькие, мы не понимали, что значит выстраивать отношения с детьми. И вот я хочу поделиться с вами некоторыми принципами, потому что, как я вам уже сказал, у нас было три сына, и на каком-то этапе я думал, что когда, допустим, я был с утра до вечера занят, мы жили еще в Саиногорске, и я приезжал, когда дети спали, и уезжал, и приезжал, возвращался домой, когда уже было темно. И очень часто мы брали там какие-то сосиски в магазине, дети были тогда мелкие, я помню, мы отъезжали к Енисею, он, благо, был недалеко от нашего дома тогда. Мы отъезжали, мы зажигали фары у машины, жарили сосиски, играли с детьми в мяч, там хотя бы, час какой-то, то есть мы проводили время, но интересный момент, я даже не помню, откуда я это услышал, но вдруг услышал я ли это, либо это было от Господа в мою жизнь, вот этот момент я уже вам сейчас не скажу, то есть да, я много книг читал, со многими людьми разговаривал на эту тему, мы, конечно же, молились с супругой в отношении воспитания детей, о многих вещах молились, мы молились за жен с нашими детьми, когда они были совсем мелкие, полтора, два года, три года, мы уже молились с ними за их жен, и поэтому мы верим, мы ожидаем, что вот в частности, Давид уже, конечно же, женат, у него два сына на сегодняшний день, женат на Анастасии, у Авеля свадьба будет в августе, и мы ожидаем вот этих вот жен, которых Господь он готовил, и я верю, что он приготовил для их времени. Ну так вот, мы многое молились, много читали, со многими разговаривали, но на каком-то этапе я вдруг поймал эту мысль, что то, что я провожу время со всеми тремя, и с моей супругой вместе, как с семьей, что оказывается, им этого недостаточно. Оказывается, для детей это еще не все. То есть, что для них, когда ты проводишь время с ним лично, что вот именно вот это время для него важно. И поэтому первое, что я сегодня бы, наверное, хотел выделить, что когда ваши дети маленькие, особенно, когда они уже подходят к подростковому возрасту, находите время. Для меня многие вещи, которыми я с вами сегодня делюсь, для меня эти вещи, они были реальной жертвой. Если бы сегодня, вот я видел, насколько это было ценно, насколько это было верно, насколько это было замечательно, я бы готов был бы платить за это гораздо большую цену. Но на тот момент я не до конца понимал, я просто где-то чувствовал, где-то, так скажем, Господь ввел, где-то отчасти интуитивно. Я мог чувствовать это, и я забирал кого-то из них. Допустим, многие моменты там, из пищи, которые нравились моим детям тогда, мне они не нравились, но я говорил, окей, хорошо, давай, вот завтра мы едем с тобой вдвоем, и только вдвоем. Например, Авель, мы едем с тобой вдвоем, давай, ты говори, что мы с тобой будем кушать. И у нас, на самом деле, у нас, наверное, к сожалению, но у нас всегда фактически была недостача финансов, недостача средств по всем фронтам. И поэтому даже вот такие вот поездки с детьми, это всегда было вызовом. Но почему я с вами делюсь, насколько это было ценно, насколько это было важным вкладом. Я брал ребенка и говорил, давай мы едем, и мы сейчас будем кушать, или мы завтра с тобой будем кушать то, что ты хочешь. Ну и они там, либо KFC, либо еще какие-то, картошка фри, то, что мне не очень нравится и нравилось, то есть мы будем это кушать, но ты мне рассказываешь все, что происходит у тебя внутри. И интересно, что многие моменты, многие нехорошие ситуации мы смогли предотвратить благодаря вот этим вот разговорам, благодаря этим вещам, когда вдруг они начинали делиться там о каких-то разговорах с одноклассниками, о каких-то своих переживаниях. И мы многие вопросы смогли как бы обойти стороной. Господь по милости своей, Он не допустил определенных вещей в жизни наших детей. То есть для меня это такая радость. Но то, что я вижу по прошествию времени, для них это время, такое время, оно было ценным. Поэтому первое, что я хотел бы сделать, на чем ударение. Я не знаю, сколько у вас детей. В каком возрасте ваши дети. Кстати, если вы напишите здесь сколько вам лет, ну, а может быть, вы стесняетесь, там, вы не готовы это написать. Вы можете написать, есть ли у вас дети, нет ли у вас детей. Просто написать. Пишите вопросы, которые вас интересуют. Это же хорошо, чтобы наш с вами эфир, он был живой. Поэтому, если вы можете это написать, добро пожаловать, напишите. Тогда у нас с вами появится какая-то картина, что, допустим, у вас столько-то детей в таком-то возрасте. Может быть, даже на данный момент не обязательно писать мальчики, девочки. Ну, вот, видите, как здорово. 34 года, трое детей, 6, 5, 1, 49, сыну 3 месяца. Слава Богу, спасибо за вашу отзывчивость. Вы такие молодцы. 45, 10, 6 лет. Господь да благословит вас. Смотрите, вообще, Алина, 14, 12, 9, 5, спасибо. Господь да благословит вас. Я так люблю большие семьи. И вообще, ну, мое мнение, что в христианской семье должно быть минимум 3 ребенка. Вот как-то у нас так случилось. Ну, один как бы за маму, другой за папу, и третий уже как умножение. То есть, Господь да благословит вас. Кто-то ждет. Господь да благословит каждого из вас. Спасибо за ваш отклик, что вы так быстро откликнулись. И это ценное время. Вкладывайтесь в это. Прилагайте усилия. Многие вещи, вот если я сейчас оглянусь назад в своей жизни. Это, кстати, тоже в том числе было из вопросов, да, о чем вы сожалеете, да. То есть, вот есть некоторые моменты, о которых я вижу, что я их пропустил, упустил. И тогда я по какой-то причине считал, что это не очень важно. Вот видите, мне 34, мужу 45, да, три сына. Господь да благословит каждого из вас, да. Здорово. Вот у кого-то уже дочери 30 и 17. Слава Богу за вас. Господь да благословит. И вот, да, я, к сожалению, сожалею об этих вещах, которые я упустил на каком-то этапе. Но я могу сегодня с вами этим делиться. Я могу вам это рассказывать, дабы вы могли не наступать на определенные грабли, на которые я наступал в жизни. И я хочу этим делиться, хочу это рассказывать. Потому что чем больше вы будете доверять вашим детям, тем будет лучше. Как бы то ни было. Не нужно в этом двигаться, там, доверяй, но проверяй. Доверяйте вашим детям. Они это чувствуют. Один человек однажды сказал, я абсолютно разделяю с ним это убеждение, что дети самые лучшие психологи в мире. Они считывают даже по настроению родителей. Поэтому это очень важно. И вот это время, которое я проводил с детьми, оно очень сильно помогло, помогло нам, как я вижу сейчас. Как вы уже услышали, Авелю и Давиду по 24 года. У Давида уже два сына. Авель только собирается жениться. Тимофей и я наслаждаюсь. Мы с моей супругой наслаждаемся отношениями с детьми. Кто-то говорил, что когда смотришь на вашу жизнь, кажется, что в вашей жизни все всегда замечательно и здорово. Ну, к сожалению, наверное, это проблема соцсетей, проблема нашего времени с вами. Но у нас, конечно же, не все замечательно, не все, как это выглядит в соцсетях. У нас возникает масса вопросов, масса трудностей, обстоятельств, которые нам приходится проходить. И чем больше вы будете задавать откровенных вопросов, тем более открыто я смогу поделиться какими-то вещами. Потому что я, наверное, отчасти такой человек, что я в большей степени могу делиться открыто, когда мне задают какие-то вопросы, чтобы я понимал, в какую сторону мне идти. Конечно же, как я вам сказал о строительстве отношений, дружеских отношений с детьми, это сегодняшняя тема и я готов об этом говорить. то есть есть некоторые моменты, если говорить о чем я сожалею, да, и я сказал вкладывайтесь, берите детей, не только проводите время с детьми. Мы сейчас еще поговорим о временем с детьми, да, но о чем я сожалею, я на самом деле весьма такой импульсивный человек, мы, наверное, вместе с моей супругой относимся к этой категории, да, один человек однажды сказал, что, наверное, наш пастор, он меланхолик, да, и там еще два человека, которые были рядом, они улыбнулись, они сказали, видимо, ты не знаешь вашего пастора, потому что, ну, я навряд ли отношусь к меланхоликам, то, что есть в моей жизни, вот это спокойствие, уравновешенность, там, какая-то определенная, это милость Господня, то есть, отчасти я даже по своей натуре, по своей природе, я даже взрывоопасный, то есть, ну, как бы в определенных моментах, поэтому это ну, тот момент, та сфера, куда мне нужно накидывать вожи, так вот, если касательно детей, я сожалею о многих моментах, что где-то я был с ними резок, гораздо правильнее было бы просто давать эмоциям утихнуть для того, чтобы поговорить, но это в том числе отпечаток моего воспитания, отпечаток моей жизни, потому что мне казалось, что если дать слабину дальше, то дети в подростковом возрасте сядут на шею, но дети, они всегда останутся вашими детьми, и чем больше вы будете им доверять, тем лучше будет для вас и для них, если на сегодняшний день оглянуться назад, что еще помогает выстраивать дружеские отношения с детьми, очень сильно, это тогда, когда вы вступаетесь за детей при людях, даже если ваш ребенок не прав, представляете, я понимаю, что у кого-то возможно сейчас возникнет множество вопросов, а у кого-то открытое несогласие, но в основе своей мы разговаривали с нашими детьми, даже наказывали за те вещи, которые они делали в детском садике, в школе, еще где-то, но когда мы находились в школе или мы находились при других посторонних людях, мы стояли на стороне детей, даже когда мы очевидно видели, что они не правы. Если сегодня вернуть назад это время, то вы спросите, делал бы ли я так же, я вам скажу, что я бы заступался за них гораздо больше, то есть если бы вернуть это время назад, гораздо больше стоял бы за них. Мы должны понимать, что для детей это их мир, дом и семья, это место, где они всегда должны чувствовать защиту, они должны чувствовать прикрытие, и учителя, какие-то другие люди, их выпады, нападки, какие мы моменты проходили с Авелем, с Давидом, они очень сильно были похожи, даже наши близкие родственники, близкие друзья не отличали их в детстве, и когда ты приходил в детский садик, вот этот разбил вазу, а кто разбил? Не знаю кто-то из них, и ну как ты можешь наказывать и быстро вот так вот, то есть каким-то образом там обвинять кого-то и просто так попадет еще тому, кто был ни при чем, но так или иначе очень важно, чтобы дети прилюдно чувствовали вашу поддержку, знали от родителей, поэтому я повторюсь еще раз, что я сегодня не говорю там, вот это я прочитал в книге, вот это вот так говорит Библия, я просто делюсь определенными вещами из нашей жизни, из нашей семьи, а вы уже примите решение, что для вас будет полезно, а что нет. И еще один момент такой интересный, вот я вернусь, я вам сказал, что личное время ничто не заменит с вашими детьми, заступайтесь за ваших детей, это то, что поможет вам создать дружеские отношения, и то, что поможет ребенку вырасти полноценной личностью, понимая, что у него есть защита в лице отца, не просто в лице друга, не в лице друга, я помню, как я искал защиты в лице одноклассника моей старшей сестры, моя старшая сестра на 5 лет старше меня, то есть это неправильно, ребенок должен видеть защитника в лице отца, то есть как бы то ни было, и поэтому я за, стоял за детей, когда вопрос касался вне, дома я с ними разговаривал, вот так неправильно, или вот это, то есть я уже иногда, да, даже в том числе приходилось наказывать, да, спасибо, что делитесь, вот, и еще один момент, это ваше проведенное время с семьей, тем более сейчас лето, я хочу поделиться с вами вот такими моментами, что когда-то я даже этим хвалился, это нет большой мудрости, это не от того, что мы сами на самом деле этого хотели, это таким образом мы отчасти оправдывали, ну, наверное, свою несостоятельность, как мой замечательный пастор, пастор Сергей, не помнящих, мы знакомы с ним уже в течение 25 лет, я очень сильно ценю его, как просто моего друга, моего пастора, нашего старшего пастора объединения, очень сильно ценю, и когда-то он сказал такую интересную фразу, в те годы мы были не просто нищи, мы были особенно нищи, и да, к сожалению, у нас не было возможности там провести время с детьми полноценно, иметь какой-то отпуск, я думаю, что каждому из вас, каждому из нас нужно стараться, чтобы у нас с вами был отдых, это отдельная тема, и было полноценное время, проведенное с детьми, наш медовый месяц, с моей супругой состоялся 10, почти 10 лет спустя, соответственно, у нас уже нашим детям, Авелю с Давидом было, по-моему, 8 лет, то есть, и мы были в первой поездке вместе, и тогда это было таким чудом, что нам выделили эту поездку в Министерстве здравоохранения, в Хакасии, и это очень, просто очень помогло нам, это, во-первых, помогло нам, как мне с моей супругой, и это очень сильно помогло нам выстроить, как бы перейти на следующий уровень в наших взаимоотношениях с детьми, и интересно, что первый раз, когда мы поехали за границу, тогда вот, когда нам дали, выделили поездку в санаторий от Министерства здравоохранения, мы были в Сочи, первый раз мы поехали в Таиланд с семьей, по-моему, если я не ошибаюсь, старшим было уже по 11 лет, как мы поехали туда, мы продали машину, тогда многие люди на меня смотрели, и они готовы были подкручивать пальцем у виска, я имею ввиду даже церковные люди, люди, которые находились рядом со мной, они не понимали этого шага, я вам хочу сказать, что я не до конца понимал, что я делаю, внутри у меня, наверное, как у любого человека, выросшего в Советском Союзе, для меня это был серьезный кризис, продать машину, купить маленькую машину, для того, чтобы вот на эту разницу съездить в Таиланд с семьей, интересно, что если сегодня бы вернуть это назад, и вы зададите вопрос, видишь ли ты в этом ценность, интересно, что сегодня я бы сделал это с гораздо большей легкостью, то есть дети вышли просто абсолютно, наши отношения с детьми вышли абсолютно на другой уровень, то есть у нас как бы в отношениях, у нас были хорошие отношения, но такое чувство, как будто бы наши отношения не стали приходить именно вот в эту точку воспитатель и ребенок, да, тот, кого воспитывают, то есть тот, кого постоянно наставляют, и вот такая, знаете, тот, кто принимает отчетность, и тот, кто дает отчетность, и у нас на каком-то этапе вроде бы, если посмотреть со стороны, у нас вроде были хорошие отношения, и вся суть в том, что мы даже не понимали, насколько этот шаг, он будет абсолютно другим для нашей жизни, и, ну и представьте, мы уехали с тремя маленькими детьми, мелкими все равно, то есть, ну как бы, то есть, соответственно, если старшим было 11 или 10, я уж не помню, то есть, младшему, значит, было на 2,5 года младше, то есть, и как бы ты в чужой стране, и мы ходили постоянно, я держал за руки двоих, Наташа держала еще одного, иногда мы ходили все вместе, берясь, если позволяло пространство, в пятером просто брались за руки и шли вместе, то есть, вот так мы держались, почему? Ну, отчасти это был страх в том числе, не то, чтобы страх, а боязнь потерять ребенка в чужой стране, тем более, мы, у нас не было такой практики нахождения за границей, но это было просто уникальное, потрясающее время, то есть, и вот, интересно, что я могу перечислить вам эти моменты в моей жизни, в нашей, в жизни нашей семьи, которые как будто бы вывели нас на другой качественный уровень в отношении с детьми. Когда наши дети закончили школу, да, вот тут задают вопрос, Давид, ты помнишь эту поездку? Давид, да, отвечай, помнишь ли ты, нет? Кстати, у меня к вам вопрос, я сейчас продолжу, ну, кстати, мы, да, мы скоро с вами будем заканчивать все вопросы, вот Давид пишет, да, конечно, спасибо, все вопросы, которые вы напишите, я продолжу на них отвечать, я на некоторые ответил сегодня вскользь, на какие-то продолжу, мне несколько людей, прям достаточно большое количество, писали в директ, писали в ватсапе, что очень хорошо бы было, чтобы вы провели эфир с сыновьями, напишите, пожалуйста, хотели бы вы, считаете ли вы это важным, чтобы провести какой-то эфир с сыновьями, если да, то с кем бы вы хотели, вот вы лично, с кем, потому что, ну, с троими, наверное, это сложно, будет сразу, но с кем бы вы хотели провести эфир, допустим, с кем бы из сыновей, с первым, может быть, вы бы хотели услышать, хорошо, мне интересно ваше мнение, для того, чтобы потом посмотреть, насколько это важно, и тогда, с кого мы стартанем, да, ну, конечно же, я поговорю с ними, как они на это дело смотрят, вот, слава богу, поэтому пишите, хорошо, кстати, все вопросы, которые вы здесь пишите, я обязательно к ним вернусь, не в этом эфире, это будет лучше, если вы будете вопросы писать заранее, тогда многие из них я смогу осмыслить, и дать ответы уже не сырые, а более осмысленные, более взвешенные, и да, спасибо также за вашу реакцию, и вернусь, вот, еще одна поездка была, это когда, Тимофей уже учился в колледже, Авель с Давидом, они закончили школу, и мы поехали с ними на конференцию, в Упсум, на машине, и потом мы уже поехали с ними, нас пригласили, и мы поехали с ними уже в некоторое такое путешествие по Европе, и это просто было незабываемое, интересно, что у нас не было вообще никаких возможностей для этого, вы можете задать вопрос моим сыновьям, Наташи, сыновьям, я садил их вечером, они уже были довольно такие взрослые, я садил их вечером и говорил, у нас нет денег, но у нас есть у всех желание, вы знаете это, и если мы с вами поедем, и будем спать в машине, мы взяли с собой палатку, у нас были с собой спальные мешки, и если мы будем спать на улице, там в спальных мешках, где-то в хостелах, готовы ли вы на это? И я разговаривал тогда, ну я считал, я думаю до сегодняшнего дня, что я делал это абсолютно правильно, я разговаривал с ними, я говорю, ну а как вот вы готовы, чтобы мы вот таким вот образом проводили, там что-то покупали, кстати мы с Ухпая с собой набрали здесь, из Новосибирска, когда ехали, готовы ли вы там питаться как-то там, ну скромно и так далее, но просто чтобы мы с вами провели время, и они как один сказали, то есть да, мы готовы, мы... Интересно, что многие из наших братьев и сестер, из нашей церкви, они знают, что я посещаю домашние группы, когда у нас проходят в церкви, разные домашние группы, и тогда я был на одной домашней группе, я был в принятии решения, был на одной домашней группе, и муж с женой, которые проводили эту домашнюю группу, уже домашняя группа закончилась, мы остались с ними чуть-чуть попить чаю, и я с ними разговаривал, я говорю, ну вот просто как-то зашел разговор, и я делился с ними, что мы собираемся ехать, и он сказал мне, пастор, он уже тогда был на пенсии, если ты, у тебя хватит решительности, сделать этот шаг, ты никогда об этом не пожалеешь, как бы это сегодня не выглядело, ты на самом деле увидишь в этом благословение, он говорит, у меня была с моими детьми только одна такая поездка, о чем я сильно сожалею, то есть, но это вот каждый раз, сейчас, говорит, мои дети взрослые, у них уже дети, и каждый раз, когда мы встречаемся за совместным столом, самая обсуждаемая наша тема, это та поездка, которую мы провели вместе с семьей, представьте, это было таким ободрением для меня, и мы решились на этот шаг, мы поехали, мы договорились, и я о каждом городе, о каждой стране, мы проехали несколько городов, как вы понимаете, у нас по России, на обратном пути, я о каждом городе у нас в России, о каждом городе за границей, которые мы посещали, я скачивал документальные фильмы о городах и о странах, и представьте, мы ехали с детьми по пути, смотрели, обсуждали, они высказывали свои мнения, и я, у меня такое потрясающее послевкусие от этой поездки, я до сих пор помню, насколько это ценно, и это также, в том числе, помогло мне иметь дружеские отношения, в общем, друзья, если подвести к итогу сегодняшний эфир, я хотел не больше 40 минут его сделать, я уже перебрал, но мы с вами можем сделать это также, ну, через две недели, или, так скажем, один вторник пропустите, на следующий вторник просто еще раз вернуться к этой теме, буду признателен, нужно от вас или не нужно, то есть, ну, как бы, были для вас ли помощью вот эти вот рекомендации, которые вы сегодня слушали, буду искренне рад услышать это. Если подытожить этот эфир, наверное, если бы вы сегодня задали мне вопрос, кто самые лучшие друзья для вас? мои дети и моя жена. Это самые лучшие друзья. У меня много друзей, но сейчас я вам говорю, и я чувствую, что я сейчас заплачу. То есть, это такое благословение для меня. У меня потрясающее отношение с детьми, что я очень ценю, и оно этого стоило. И если бы сегодня вернуть время назад, я бы вкладывался в это гораздо больше. И я очень ценю, когда мои дети, они обращаются ко мне с вопросами, которые, ну, абсолютно с различными. В отношении, там, отношения с детьми, в отношении с подхода к жизни, в отношении ведения бизнеса, в отношении построения дружбы и так далее. И для меня это так ценно. То есть, ну, и... Я думаю, это стоит этого, для того, чтобы вы вкладывались в ваши отношения. Потому что даже ваши друзья, с кем вы сегодня, не знаю, играете в футбол, волейбол, жарите шашлыки, но ваши дети останутся вашими детьми всегда. И это хорошо иметь друзей. Но самое лучшее, если вот эти вот дружеские отношения будут у вас именно с вашими детьми. Спасибо вам еще раз за этот эфир. Повторюсь еще раз в конце для тех, кто начал этот эфир слушать уже не с самого начала, что я не делаю эфир ради эфира. Я хочу поделиться просто своим жизненным опытом. Поэтому я ни в коем случае не буду делать просто ради там какого-то постоянства в этой сфере или еще что-то. Я хочу, чтобы вы просто могли задавать вопросы. И если я смогу поделиться каким-то своим опытом, своими переживаниями, переживаниями. И я обязательно открою вам это. И я видел также, что многие из вас выписали, что хорошо бы было с Натальей. Я тоже думаю, что мы сможем это сделать. Наталья до сих пор еще даже не вернулась с репетиции. Поэтому у нас как-то вот так получается. Поэтому пишите вопросы. И мы, конечно же, те вопросы, которые нам лучше будет ответить с моей супругой, мы, конечно же, вместе это сделаем. Поэтому с вашего позволения хочу помолиться за вас. Используйте тем более лето. Используйте любую возможность для того, чтобы проводить время с детьми. Если вы отказываете в проведении времени с вашими детьми, в пользу проведения времени с кем-то из ваших друзей, задайте себе вопрос, правильно ли вы сейчас делаете, правильно ли вы поступаете. Берите детей с собой в церковь, гуляйте с ними, общайтесь с ними, цените любую возможность, потому что вы можете вкладывать в их жизнь, вы можете помочь им пройти свой путь без тех ошибок, которые проходили вы. Используйте любой шанс. Хорошо? Да, и, ну, даст Господь все нормально. Мы тогда вернемся с вами к эфиру. Как я понимаю, что если у нас сегодня 22-е, то есть следующее, это будет 30-е, то значит это ориентировочно 7-го числа будет следующий эфир. Сейчас я посмотрю, нет, 6-го. 6-го июля. Тогда давайте мы с вами в это же время сделаем. И, кстати, также буду признателен вам, если вы напишите время удобное для вас. Хорошо? Тогда я хочу помолиться. Господи, спасибо за это время. Я молюсь и прошу Тебя, Боже, благослови каждого драгоценного человека, кто смотрит, кто будет смотреть. Боже, просто дай возможность каждому из нас быть мудрыми устроителями наших семей, наших домов. и чтобы мы принимали те решения, о которых мы ни в коем случае не будем сожалеть, но чтобы мы были теми людьми, которые строят добрые отношения со своими детьми, строят мосты, которые не пытаются каким-то образом заставить детей быть такими же, как они, но наоборот пытаются помочь детям войти в их призвание, в их предназначение, конечно же, построив и сохранив дружеские отношения. Благослови Господи каждого во имя Иисуса. Аминь.